Вы слушаете канал Жаш.клаб. Тайна вымершей планеты. Глава 3. Следы. Следов было две пары и это немного успокаивало, ведь если ты в беде не один, то как-то терпимее ситуация. Лицо Лу выражало спокойствие и холодный огонек в глазах. Я бы, наверное, сошла с ума от ужаса, если бы у Лу слетели на стройке, и она вышла из строя. А так, лежала бы сейчас на саморазрушающейся земле с тоской по дому и полным шлемом соленых слез. Коричневый ветер гнал пыль, оседающую на скафандр, делая продвижение и без того сложным. Одни руины сменялись другими, ничуть не изменяя пейзаж, Иса, ты должна взглянуть на это. Лу стояла на каменной глыбе в метре от земли и через шлем пыталась потереть подбородок. Взгляд был обращен вниз и не выражал ничего хорошего. Среди мелких камней и кусков ржавого металла в пыли четко вырисовывались еще следы. Две пары, на каждой по четыре коротких пальца и один длинный посередине. С этого места, легко отшлеживался путь экипажа 17-го роса, тысячи мронов. Лу, это не просто живой организм, размером с меня, но еще и скорее всего хищник. Иса, пригнись, почему? Не понимая, спросила я, на таких конечностях передвигаться очень трудно, значит, она умеет летать, такого даже близко не может быть. Планета вымерла, а здесь есть и атмосфера, и организмы, прошедшие несколько десятков ступеней эволюции. И как бы в подтверждение моих слов о жизни, где-то впереди нашего маршрута раздался протяжный вой, капитан, ваше дальнейшее действие. Она, что смеется надо мной? Точно смеется, у нас нет оружия, нет средств защиты, провианта мне хватит на пару месяцев при экономии. А скафандры способны производить кислород из элементов окружающих нас. Но я понятия не имею, что дальше делать. Это было признанием и для меня самой. До последнего момента, я надеялась, что все разрешится само собой, и не придется жертвовать Лу, чтобы продержаться еще пару суток. Теперь, понимаешь, почему в команду добавляют именно робота? Потому что человеку свойственно испытывать страх, сомнения и свойства топтаться на одном месте, у тебя есть план? С надеждой в голосе спросила я, тут все просто, мы продолжим идти за экипажем 17-го роса, и будем действовать по обстоятельствам. Действительно элементарный план, четкость логики просто зашкаливает. Правда, если на нас нападет какой-нибудь зверь, я даже не знаю, чем отбиваться. Но холодный голос Лу, вселял уверенность, и пока мы двигались дальше, я принялась размышлять вслух. Лу, ты же ведь в курсе. Продолжение читайте на сайте jash.club